Сегодня у нас 29 апреля 2017 года. Вот у нас мы здесь находимся, поселок Потеряевка. На Скворечнике так у нас дом называется. Вот у нас буска. Что интересно, у нее есть тут игрушка такая, ее сейчас не видать. Иначе она все сделана подобие мышки, такая пушистенькая, с веревочкой. Вот она ей забавляется. То пожует, то прыгает, скачет вокруг нее. Кувыркается. То есть у нее все время идет тренировка. А вот она где-то здесь. Вот она, да-да-да. Вот она очень похожа на мышку. Пушистенькая такая. И она ей очень нравится. Вот она бегает. Видно, что будет мышей ловить только так. С божью помощь. Ну и вот, сейчас хочу показать, сколько можно делать в течение дня. Не только дня, конечно, но вообще. Вот, например, у меня тесто готовится. Вот. Это уже скоро надо будет. Там у меня русская печь затопится скоро. Сейчас пока еще только натаплю там в доме тепло. Все, ухожу. То есть все это приходится делать одновременно. Вот сейчас он сходил за березовкой. Вот тут березовка. Вот она у нас. Уже меньше идет. Было несколько банок стояло. Сейчас одна банка трехлитрового стоит. Там все делается просто. Бурится в березке. Там несколько сантиметров глубиной. И потом только вставляется марля. И под эту марлю, чтобы с нее стекала березовка, вставляется емкость какая-то. Как вы там пожелаете. Кто-то канистры вставляет. Бывает трубочки делают пластмассовые. Вот здесь вот я воды набираю в баню. Вот она у меня топится. Братья попросили сегодня у нас суббота и стопить баню. Вот я здесь вот подкидываю. Так вот открываю. Вот она у нас пищурочка топится. Ого. Хорош. Огонь, конечно, напоминает и Дух Святой напоминает и гену огненную. Вот к чему себя побуждать надо, чтобы Господь давал Духа Святого огня генецкого избегать. Все это напоминание нам в этой жизни. Вот здесь вот у нас все банька. Вот это вот. Тут я воды налил. Вот еще холодную воду набираю. Там ведрах у меня она стоит. Тут я закрываю, чтобы банька нагревалась. Все. И пошел дальше. Тут вот палочку вставляю. То есть все делать по разному. Иначе, конечно, нас приучил, чтобы показать, что здесь нет никого, чтобы человек мог подойти и убедиться, что тут нет никого. Вот дальше идем. Тут я подкинул. Тесто проверил. Сейчас иду. В принципе, можно еще на огородчик сходить. Тут матушка работает в отца Акиму с братом Никитой. Тут грядки. Перекапывают, сажают. Морковь, чеснок. Потому что не боится холода еще. Вот. Мы здесь вот тыкву с братом Никитой посадили. Вот они, лоночки. Весь участок будем засаживать тыквой. Вот они у нас. Кругленькие такие. Идем дальше. Тут вот на Ежи Васильеве живет в Апкино. Ну, ее сейчас пока нету. Она в Барнавле. Еще пока. Как только муж ее отпустит и на тихон, так она приедет. Будет заниматься огородными делами. Вон брат Никита. Продится. Слава Боже. Кот-матушка сайт чеснок. Идем дальше. Жизнь кипит в деревне. Спать некогда. Вот, идем дальше. Это у нас все тут поправлять надо. Забор упал. Работы много весной всегда. Цыгробы большие. И все ломает. Жерди гнет. Столбы пол. Поваливаются. Под тяжестью с ними. Здесь вот у нас ветлы растут. Это клен. Клен, чем мне нравится, что оно такое твердое дерево. На строительство годно. Единственное, кривовато. А так мы его везде применяем. На столбушки, на жерди. Будем там сарайку сделать. Козлики. Пойдет, минаем. Там Иосиф Кустинов. Тоже своим домиком занимается. Строит его. Вот это мой дом. Который тоже надо будет еще все делать. Внутри именно. Голуби сегодня не выходят. Вперед охладно на улице. Я им залез. Зерно дал. Воды подбавил. Вот это я. Вот наш сковоречник. Который называется сковоречником. Там банька топится у меня. Вот тут качели. Вот у Надежды Васильевны. Видно. Большие качели. Вот вместе даже ворона. Сорока летает. Вот сорока тоже одна полетела. Это брата Никиты. Постройки. В ужасном состоянии, конечно. Все это надо будет делать. Ремонтировать. Некоторые вообще перестраивать надо будет. Заново. Вот так вот весной выглядит участок. Мой. Возле дома. Козлики. Тот, что мы в том году вкопали. Поводец. Сколько в нем воды сейчас покажу. Вон он. Видно, что почти полный. Там метра не хватает. В туалете тоже полные ямы, которые выкопали новые воды. Так вот сарайка. Там сыр у нас просушивается. Хотя, в принципе, надо сходить еще дров взять. Вот тут у батюшки овечки отдыхают. Вот они какие. Они боязливые такие. Ну вот так. Сейчас пока их еще не пасут. Пока дома держат. Ну вот-вот. Травка уже зеленая пошла. Скоро начнут выгонять уже. Вот здесь вот у нас сарайка. Здесь вот я набираю дрова. И подкидываю в печь. Чтобы меня там потом по формам разложить тесто, чтобы оно там стояло, нагревалось. Вот так вот я эти дрова беру. Вот они. Разные тут у нас дилушки всякие, пилинь. Вот. Идем дальше. Заходим в дом. Это я все показываю для того, чтобы показать, как примерно проходит жизнь в течение дня. То есть при желании не сидеть где-то за компьютером. Хотя можно и вечером посидеть, что-то полезное посмотреть. Ну и заниматься в течение днями дня. Как в Слове Божьем сказано, что человек вышел на работу свою и до вечера. То есть по вечеру мы можем заниматься личными делами. По дому. Вот. Дрова бросил. Беру прикол. У меня почему-то тут топка. Непонятно почему. Она распирает ее. То есть не открывается, когда она греется. Вот. Я накапливаю. Сейчас скоро надо будет тесто нести. Вот у меня формы тут готовые уже стоят. Она будет их раскладывать. Вот еще летний не открыл с первого. Когда подкидываешь, летний открыл. И давай дровички туда забрасывать. Так, конечно, неудобно, но ничего не сделаешь. Приходится так подкидывать. Там он длинно не войдет. Слава богу, пошла. Вот так-то. Все. Закрываем. Закрыли. Делаю. Обычно только летний используем. Но тут я закрываю ее, чтобы шла по всему дому. Иначе тут тепло не будет. У меня будет хлеб опускаться. Тесто само именно. Мне надо, чтобы здесь в доме тепло было. Трубы лежат запасные. Хотели повыше делать, но обошлись, что есть. Пока еще в доме ничем не занимались. Все идут только у нас на улице работы. Посев. Пруды. Очень много времени отнимает. То, что бобры все попортили. Все плотины. Бобры, андаторы тоже стараются. Ну, вот так вот. Вот кто-то. Брат Игорь Блушков вроде на тракторе едет. Вот. А вон брат Игорь Барабаш, видимо. Да убирает свое поле. У него там гречка не убрана еще была до конца. С того года. Ну, вот так вот. Слава Богу за все. Аллилуйя.